Здравствуйте. Одним из начальных этапов работы на макеваре является набивка ударных поверхностей. Мы говорим сейчас непосредственно про новичков. Я говорю одним из этапов, потому что на самом деле самым важным является постановка правильной конструкции тела и всего ударного звена. Но, никогда новичок не будет нормально на макеваре работать, сильно, хорошо, со временем. Если у него будет возникать ощущение боли при контакте с макеваром. То есть, для того, чтобы он хотя бы немножко начал в нее бить, надо, чтобы ударные поверхности были закрыты. И не факт, что они должны быть закрыты как профессионалы. То есть, такие набитки, там руки, пятое-десятое. Нет. Важно, чтобы чуть-чуть ушло ощущение болевое. Ну, чтобы немножко кожа плотнее стала на руках. Чтобы она не рассекалась и, ну, не ссаживалась. Если вы там ударили там 20-30 раз по макеваре. 20-30, 40-50. Это не важно. Для такой работы, значит, чтобы чуть-чуть сгребились ударные поверхности, а именно наружные, то есть, самые поверхностные, значит, элементы, которые формируют ударную поверхность. Я говорю сегодня про кулак, про сейки, да, про керкос. Вот. Это является работой по макеваре, при которой мы макевару не пробиваем до конца. А так называемая ее работа поверхности макеваря. То есть, когда мы концентрируемся либо на поверхности байка, либо чуть-чуть за ним. Чуть-чуть, совсем немного. То есть, удар это, получается, остолще байка. Кстати, мастера, которые сработают на макеваре и хотят именно закрепить ударные поверхности, как вторые, они работают именно в этом же ключе. То есть, они бьют по макеваре, не проносят, да, не загибают. А концентрируют всю силу здесь, на поверхности. На самом деле, удар возникает очень сильный. Очень мощный и очень сильный. Он тоже очень сильный. Слышите шум? Это барсельский заработок, но я думаю, нам это не помешает. Вот. Удар может быть очень мощный. И тогда вся сила, по третьему закону, манюттона, она сколько туда пойдет, сколько пойдет и в руку. И вот она как раз и будет трансформировать ваш кулак. Какие структуры поверхности к этому закаляются? Ну, это кожа. Она более плотной становится, чтобы она не рассекалась. Это суставная капсула. И вообще, есть суставная капсула. То есть, пясно-паламблевого сочинения. Вот основное. Если, конечно, пробиваем дальше, да, то уже, конечно, подключаются пясные, кости, запястье, пястье. И, конечно, когда мы уже манимаем на килограмму до конца, то уже, конечно, подключаются и предплечья. Потому что, конечно, так очень сильно работать будет и мембрана, и троса. То есть, это межкостная мембрана. То есть, чем удар сильнее, чем дали пробивной, тем более высокие структуры высоколяют. Там уже кост начинает трансформироваться. Там уже пристраивается костная палка костей и предплечья. Но, в начальном этапе, непосредственно в ударные поверхности. Вот. Сейчас я что хочу показать? Я хочу показать вам вот этот комплекс, который реально себя называют. Го-сейкинский. Что такое го-сейкинский? То есть, это пять ударов мулакова. Пять ударов мулакова, но не просто ударов мулакова, а тычковых. Го-это пять. Сейкин-это вот это место, ну, в дувах непосредственно. И скин-это удар, который тычковый. Не настолько, что все удары румящие, секущие, хрустообразные. Они называются кучи. А скин-это дедушка удары, когда вектор силы удара самого, он совпадает с осенью предплечья. Я думаю, мы не били. Таталицкий мулакова, Сейкин-Чокульский мулакова, Малашицкий мулакова. Он в двух последних. Но в Малашицкий и Калининский мулаков с госпиталью может располагаться по-разному. Т.е. он может быть развернут, может быть чуть развернут, может быть и вертикально в положении находиться, тоже самое и для Калининских характеров. То есть он может быть в таком положении, может быть в таком положении. То есть он может быть и горизонтально расположен, и вертикально. Вот. Ну, сейчас посмотрим, есть этот комплекс.